здравствуйте друзья приветствую вас на канале фарнакс фил сегодня со мной в кадре александр ведущий блога везувий печи дымоходы и чугунное литье но пусть будет так александр пригласил меня в испытательную лабораторию где совсем недавно мы испытывали печь астон в чугуне печка очень веселая получилось очень интересная очень хорошая да конечно было бы еще интереснее попробовать ее в живых условиях но это уже мы оставим на сладкое поближе к банному сезону обязательно приедем и испытаем александр сегодня не случайно надел банную шапку потому что он собирается зайти в парную который установлен в испытательном модуле и на испытаниях сегодня стоит печь эверест легкий пар с каменной облицовкой с закрытой камень из нержавеющей стали в которой заложены термоаккумуляторы везувий и в которой устроены еще одно интересное я бы сказал даже изобретение дело в том что именно для эверест легкий пар в каменной облицовке мы сделали специальную систему регуляции конвекции то есть теперь вы можете перенаправить тепло хотите в каменную облицовку хотите на нагрев воздуха в парной и вот эта система работает и я пригласил женю в том числе посмотреть как это происходит ну то есть печка не простая умеет очень многое почти что золотая но не по цене а по своим функциональным качествам но вообще конечно до печи везувий обладая всеми приятными характеристиками скоростью нагрева помещения и вообще принципе качеством получения пара чаще всего они обладают еще и очень выгодной ценой поэтому те кто сейчас находится на этапе выбора подбора печи обязательно в первую очередь мы советуем присмотреться печами везувий и другим торговым маркам который выпускает эта компания ну а мы с александром пойдем в парную посмотрим что же он интересно хочет нам покажет да самое интересное я вам сейчас и покажу диди сейчас закрытый камень 447 448 градусов по цельсию это после полутора часов топки температура в самой формой 67,3 градуса это не очень большая температура время топки полтора часа час сорок где-то вот примерно так у нас все работает в хорошем режиме мы получили температурный режим согласно законам заветом русской бани а вот теперь давайте посмотрим как это произошло полтора часа для печи везувий достаточно большой срок для достижения температуры чуть выше ну не чуть выше чуть ниже 70 градусов почему же это происходит дело в том что с помощью регулятора конвекция которым я уже говорил за пределами нашей бани я просто взял и перекрыл потоки воздуха то есть обычное движение воздуха снизу между печью и плитой облицовки сейчас нет сейчас весь все тепло которое происходит проходит от топки она направлена только на разогрев облицовки вот смотрите это волшебный прибор называется анемометр крутится вентилятор и вот здесь показывается скорость с которой идет воздушный поток в метрах в секунду я остановил вентилятор здесь у нас давай 00 я анемометр вот ставлю сюда над печи не крутится не крутится 0 движение нет а вот теперь я открываю отверстие в системе вот таким простым образом появились отверстия смотрим что происходит он закрутился скорость конвенции сейчас составляет 606 метров в секунду и она будет нарастать я уверен уже 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 прям чувствуется что жар пошел в воздух и сразу чувствуется как теплый воздух на нас уже начал опускаться да да прям очень это почувствовалось и вот сейчас мы мы сейчас в живом времени давай буквально сколько мы выдержим но я еще минутки полторы наверно выдержу не знаю как ты уж у меня камера просто не выдержит до какая температура какую температуру будет показывать наш термометр который тоже будет нагреваться вместе с нашими головами ну все пойдем тогда выйдем и я но жар прям очевидный пошел такой очевидный не на нагретый воздух да и в парной было что-то около 68 градусов но здесь еще установлены кому-то экономайзер это экономайзер да это экономайзер визу вели панели ламели из талькохлорита вот ну как бы в продолжении облицовки из талькохлорита для печи эверест легкий пар так что ну как бы комплект возможно такой комплект приобрести такой комплект существует что вы знали и пойдемте смотреть что у нас поменять 68 градусов не разросся он еще но смотри продолжает расти но растет гораздо активнее чем росло до этого да потому что мы сейчас видим что буквально ну за минуту где-то на полградуса у нас температура вырастает вот уже уже чем мы тут поговорили вот уже 69 то есть это как раз тепло которое пошло из пространства между стенкой это стенка облицовки и топкой она сейчас сначала естественно достигла вверх и начинает постепенно опускаться а термометр у нас вот здесь на этом уровне ну то есть на у на уровне плеч сидящий на плеч сидящего человека на полке на куху жарко уже 70 до уже 70 то есть нарастание идет гораздо быстрее нежели чем с закрытыми отверстиями регулятора конвекции задача заключается в том чтобы каждый парильщик смог найти те как сейчас это модно говорить кондиции которые интересны именно ему хочет он любит он сухой воздух такой как в сауне пожалуйста открывает регулятор конвекции и быстро самое главное что очень быстро еще до полного нагрева облицовки он уже получает высокую температуру в парной не хочет любителя русской бани значит тогда закрыл отверстия конвекции почти нет тепло идет за счет облицовки тепло идет за счет камня положенного водички поддавай и получая свои 65 градусов и 50 процентов влажности то есть управляемость микроклиматом в бане при наличии такого устройства становится просто вот на раз-два если знаешь что ты хочешь что очень легко достигнуть этого с печи верес легкий пар и регулятором конвекции уже но очень ценное качество печи я считаю потому что ну невероятным образом расширяет границы своих возможностей и абсолютно на любой вкус печь здесь уже не нужно будет выбирать между тем что вот красивая печь красивые облицовки но микроклимат только такой можете даже вы хотите в течение одного сеанса парения изменить микроклимат на диаметрального противоположное это очень ценно и даже есть идея такая сначала для того вы приехали затопили баню для того чтобы быстро нагреть воздух и быстро начать париться вы открываете регулятор конвекции как только температура набралась градусов до 60 в этот регулятор закрываете и уже дальнейший прогрев не нагрев а именно прогрев парной идет именно за счет тепла получаемого через каменную облицовку то есть мягкого такого вот обволакивающего но начальная температура уже будет набран это как сначала мы разогревая электроплиту мы сначала ставим на максимум а потом как только вода закипела мы убавляем до маленького огня для того чтобы что-то делать что творить так же и здесь слушайте давайте посмотрим вот за те пару минут которые мы общались с александром как изменилась температура 4,7 градуса то есть рост такой ощутимый 6 градусов за 3 минуты 6 градусов за 3 минуты а температура каменки также чуть-чуть подросла до 468 градусов причем ну я сейчас не ставлю целью эту температуру разогнать до каких-то безумных цифр вполне даже себе хорошие сейчас еще пару полешек подкинуть подождать до 500 50 600 градусов разогнать эту каменку вполне возможно 473 градуса в парной но здесь уже чувствуется жар прямо гораздо сильнее чем в тот момент когда мы заходили и открывали наши конвекционные отверстия поддаем у нас ненадолго здесь хватит парис только вкус вот прям на стакане очень хорошо видно как выходит пар пар здесь выходит стакан по сути вот он но его самого не видим мы видим только по запотеванию стакана по звуку это поможем по звуку естественно литр мы сейчас подали но скажу это как дышать легко да мы подали литр воды но говорится легко рот не сушит кстати на банифесте нам наши банщики которых с нами работает рассказывает что один из признаков хорошего пара мягкого легкого это как раз когда не сушит рот во время дыхания но дышать то легко но температурка вот он уже опускается уже по пояс все отлично еще поддает да конечно давай чёрт заливать да а вообще покажем как на облицовочке пожалуйста градусов 200 она сейчас температура а и сразу какой женя еще ковшичек и уходим убивец 2 литра закрытий камень все пошли 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 хорошо конечно но условия немножко не те для того чтобы приятно проводить чтобы да ну здесь все-таки испытательная лаборатория мы в первую очередь испытываем печи для того чтобы показать вам как они работают насколько они хороши насколько они пары емки насколько они теплые емки и насколько они интересны вообще в вашей бане потому что вряд ли вы будете топить печи на максималках топите печи правильно получать их хороший легкий пар и всем огромный привет мне нечего добавить всем удачи увидимся скоро на канале фарнак с фильм до новых встреч счастливо счастливо и